Добрый вечер, 22.04 в Москве. Это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Вот Анастасия Юрьева нам зачитала прогноз погоды, ну и сказала одну вещь, что метель ожидается в Москве. И действительно, посмотрите, на улицу метет. Тополиный пух. Пришла пора тополиного пуха, который метет по улицам, по бордюрам, залетает в комнаты даже на самых высоких этажах, да, к нам в дыхательные органы, в оргтехнику попадает. Но, тем не менее, это прекрасная пора, это значит, что наступило лето во всей своей зрелости. Понедельник. Археология «Форбс», как всегда. Мой соведущий сегодня, шеф-редактор Forbes.ru Роман Баданин. Добрый вечер. И тема, конечно, мимо которой мы не могли пройти в нашем эфире. Вы знаете, я вспоминаю наш прошлый эфир. Говорили мы об отъезде Сергея Гуриева и так грустно пошутили под конец, что из российской ситуации есть три выхода под названием «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково». Но есть еще, как выясняется, и четвертый выход, который нам показала Турция, который нам показывает Турция в эти дни. Это выход на площадь. Площадь Токсим в Стамбуле, которая в последние дни стала символом революции, протеста. Я не знаю, как это все определить. И, может быть, лучше понять нам, что происходит в Турции. И самое главное, можно ли проводить некую параллель между событиями в Турции и событиями в России, и вообще исторической траекторией этих двух стран. Разобраться нам в этом поможет Михаил Серафимович Мейер, президент Института стран Азии и Африки. Добрый вечер. — Ну, для начала, чтобы нам разобраться, как вы определите то, что сейчас происходит? Это просто народное волнение или речь идет о нечем большем, как своего рода революция? — Ну, вот я тут спорил с нашим другим выпускником Жириновским, который считает, что это подобие оранжевой революции. Мне кажется, что это слишком сильно сказано. Мне кажется, что это, конечно, в определенном смысле народный бунт, в основе которого лежит какой-то, казалось бы, совершенно незначительный сюжет. Вырубать, не вырубать эту маленькую рощицу недалеко от Токсима. Но на самом деле, мне кажется, что действительно есть некое ощущение бунта, потому что население крупных городов, особенно столичных городов, таких как Анкара, Стамбул, ну, к этому можно отнести и Измир и еще целый ряд городов крупных турецких, где население уже привыкло жить по-европейски или, так сказать, считает, что оно живет почти в ЕС. Оно вдруг почувствовало на себе, как их от этого ЕС отодвигают все дальше и дальше в сторону норм ислама. И это вот, видимо, копилось, копилось, накапливалось недовольство, и оно вот вылезло или вырвалось таким образом на этой неделе целым рядом выступлений, которые захватили значительную часть населения страны. — Роман, мне кажется себе, что как-то похоже звучит, что люди решили, что живут в Европе, и вот куда-то нас отодвигают от Европы. — Михаил Серафимович, давайте порассуждаем. Есть Россия, в ней есть крупные города, где значительная часть населения также ассоциирует себя с Европой. Более того, есть факты очень похожие. Площадь Токсим, известная у турецких левых, она для них культовая, там был расстрел Первомайский 77-го года. — И вообще каждый год Первомайские демонстрации там. — У российской оппозиции культовой была Триумфальная площадь. Ее вдруг в какой-то момент на тех же основаниях закрыли, чтобы прорыть под ней подземный ход. — Точно здесь то же самое. Другой факт. На площади решили воздвигнуть торговый центр, который, как выяснилось, строит родственник премьера Эрдогана. У нас коррупционные... — Составляющие достатные. — Да, мы тоже о них очень много знаем. Деревья у нас, прошу прощения, в Химкинском лесу спилили гораздо больше. — Так пили каждый день сейчас в Архангельском и Дубово, Липово и Лею спилили. — Совершенно верно. А там, вы говорите, там даже этот парк на карте-то не найти. Он настолько маленький. — Вопрос. Почему в Турции там настолько много настоящих буйных, как говорил наш поэт? — Соскай, да. — Да, или, ну, почему там, собственно говоря, факты ровно те же самые. Там за один день возник бунт. Мы здесь не занимаемся призывами. — Нет-нет, мы сравниваемся социально и политически. Да, что такого... Вот что-то, действительно, это главный вопрос, который в этой передаче мы хотим понять. Что такого особенного в турецком обществе, в турецкой политической системе, что люди так моментально самоорганизовались? — Ну, я думаю, что прежде всего речь идет о том, что совершенно явственно центр политической жизни Турции переходит из крупных городов, или перешел, можно сказать, в города провинциальные, небольшие города, которые возникли практически за последние 20-30 лет. Как, собственно, города, благодаря массовой миграции сельского населения в эти города. И эти города, конечно, по своему уровню общественного сознания, по своим старым традициям жизни, они все равно, как бы мне кажется, сельские в значительной степени населением. С его такой вот совершенно очевидной мотивацией, явно религиозной в основе. И эта вот публика является основной массой поддержки партии Эрдогана. — Правости, справедливости, развития, да. — Да. Вот мой ученик нарисовал мне для последнего номера нашего журнала карту, где последние парламентские выборы. Это маленький темный кусочек вокруг Стамбула, это оппозиция. Такой же кусок на юго-западе, там, где Измир, Анталия и так далее. И курдские районы. Вся остальная территория сплошь, одним цветом, это люди, поддерживающие Эрдогана. — Очень похоже, удивительно похожа ситуация. То есть в Турции фактически существует такой же раскол на две страны. — Да, да. Значит, одна часть поднялась до определенного уровня, на который рассчитывал основатель Турецкой республики Татюрк. А другая часть еще далеко не успела выйти на этот уровень. И, я думаю, уже в дальнейшем она тоже будет с большим трудом к нему приходить, потому что появились совершенно другие возможности для развития страны. — Я хочу здесь напомнить наш телефон 651099,6. Можете звонить в студию, высказывать свое мнение. Почему вы считаете, в Турции люди выходят на площадь, а в России не выходят? Что такого, в чем пролегает разница между Россией и Турцией? Я думаю, Турция достаточно близкая страна. Многие из вас были хотя бы уже в качестве отпускников, курортников. 651099,6. Почему выходят турки, но не выходим мы? Максим. — Добрый вечер. — Добрый вечер. — Знаете, вот по моему мнению, мне кажется, что в Турции просто нет такого количества эмигрантов, как у нас. Дело в том, что вот это вот притчевоязыц, все крутится вокруг одного. Некому выходить. Все те, кто имеет какое-либо мнение на этот счет, собрали чемоданы или собирают, либо там подумывают на этот счет. Им вообще никак не до этого. — Ну, помилуйте, Максим. В Москве 15 миллионов человек, но не все же их эмигранты. — Вы же были на первомайских праздниках, вы же видели, кто ходил на первомайские праздники. — Ну, первомайские народ разъехался. — С другой стороны, мы были на Болотной, мы видели, что был на Болотной. — И на Болотной 120 тысяч. — Вот как раз-таки после Болотной произошла ситуация, когда у людей возникла, знаете, апатия. А зачем этим заниматься, если так или иначе, эти процессы по Болотному делу регулярно людей наталкивают на страх? — Ну, вот, Максим, да, вы правильно говорите, так что проблемы, я думаю, здесь совсем не в демографии. — Не в демографии, а именно в апатии. — Ой, ну, как-то вы так стрелки перевели. Ну, слушайте, они еще все-таки численные, я думаю, что при необходимости в Москве, я не знаю, Роман, согласишься, миллион человек при, так сказать, можно вывести, так сказать, социально близких и заинтересованных. — Если в Москве мы смотрим, то да, действительно, мы можем согласиться с синдромом страха по Болотной. А вся остальная Россия, ей же ведь не до этого. Ведь в Москве же уровень жизни абсолютно отличается, ну, я бы даже сказал, процентов, ну, не на 100, но близко к этому числу отличается уровень жизни. И там действительно людям не до митингов, не до вырубки дубовой рощи, там полная вырубка. — Ну, это да, да, понятно, Максим. — Поэтому, собственно говоря, вот так и датно. — Спасибо. Михаил Серафимович, вот как раз вопрос. Стамбул и остальная Турция, вот это вот количество, то, что, да, бросают у нас Болотному протесту, вот эти самые креативные классы, рассерженные горожане, они что, тоже в основном сконцентрированы в Стамбуле, но, может, немножко в Измире, там, в Конье, а остальное — это вот просто нет критической массы людей, которые способны выйти на площадь. — Я думаю, что все-таки здесь дело не в такой большой численной критической массе, сколько в том, насколько люди считают себя задетыми каким-то образом политикой партии Эрдогана, и другие, которые ее будут поддерживать в любом случае. И мне кажется, что она, эта политика партии очень серьезно сегодня не просто раздражает, но, я даже сказал, превращает в очень серьезных оппонентов значительную часть городского населения, вот крупных городов. Сейчас крупных городов гораздо больше, чем вы думаете. Сейчас крупных городов можно, наверное, на миллионных городов несколько, я думаю, десяток наберется. И в этих десятки городов, безусловно, по крайней мере, в семи из десяти, на моих, так сказать, представлениях, эти выступления имели ту или иную поддержку. Ну, другое дело, что, скажем, Стамбул, это все-таки город, который гораздо больше своей истории, своей судьбой оказался завязан на Европу. Анкара долгие годы оставалась деревенским городом, небольшим городком, а потом она превратилась в город чиновников. Чиновнику расстаться с должностью значительно труднее, чем той молодежи, которая сегодня танцует и поет на такси. Но, тем не менее, выходили и в Анкаре, да, до нескольких тысяч собиралось. Выходили, да, 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 да. Но это вот, как бы, тенденция, которая сегодня уже, как бы, идет к некому откату. А вот в Стамбуле продолжается все. И здесь традиционно, и особенно такси, конечно, ну, для меня абсолютно неудивительно, что это там все произошло. Каждый год я смотрю материалы по первомайским демонстрациям, каждый год я вижу стычки, стычки, водометы, полицейские акции. И опять везде таскают по участкам, и везде точно так же практически нисколько нелиберально относятся к этому. Картина, картина очень похожая, очень похожая. Вот, так сказать, может, невольно анонсирую, мы с вами, да, месяц или полтора назад записывали программу на культуре, которая завтра как раз выходит вечером на эфире. Еще не было никакого токсима. Вот, но вот мы постоянно видели эту невероятную фантастическую параллельность России-Турции. В том, как вот эти вот две страны на пороге Европы стучатся в Европу, им не открывают, как проходит внутренняя модернизация, как европейцы формируют свою идентичность, отталкиваясь от Турции, от России. И вот сейчас опять вот эта вот параллельность. Напомню, наш телефон студийный 6510-99,6. Почему турки выходят на площадь, а мы нет? Александр на линии. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, во-первых, мне кажется, главное отличие в том, что в Турции не было вот 70 лет вот такого отрицательного, естественно, отрицательного отбора на вообще любую инициативу, на любое проявление гражданской позиции, на любую вообще просто борьбу с властью и отставим своей точкой зрения. Когда 70 лет все это выжигалось, вплоть, в принципе, до сегодняшнего времени осталось в школьном воспитании, когда детей, в принципе, учат так же подобрать инициативу, слушать там авторитет учителя и так далее. Вот на первый момент. Второй момент, который хотел сказать, это то, что в Турции, опять же, не было такой витрины, скажем так, в отрицательном смысле западного общества, которое было у нас там в 90-е годы. Потому что большинство населения все-таки, они смотрят именно, точнее, достаточно банально и примитивно. В 90-е годы было плохо, вот там была демократия. Соответственно, вот в этом отношении очень удачно складывается вот именно пиар-компания Путина и Кремля о том, что вот те, кто выходят на блокоплощады, те хотят, чтобы был тот же анархи, который был в 90-е годах. Ну да, да. Когда люди ее, в принципе, при нем предпринимают, вспоминают, у них, в принципе, в голове эта связь возникает между свободой, либерализмом и так далее, и разрухой 90-х годов. Понятно, Александр, спасибо. Ну вот посмотрим, да, что... А вот это вот как раз интересный вопрос, Михаил Серафимович. Вы много лет занимаетесь изучением Турции. Интересно понять, насколько среднестатистический турок современный свободнее, демократичнее, ну, в своем общении с государством, в своем общении с органами власти. Как он отличается? Да. Какую сторону он отличается от россиянина? Он стал за последние годы, вот эти 2000-е годы, первые десятилетия, существенно, как бы, сильнее в своем ощущении гражданина и человека. Активнее? Да. Не активнее. Он себя стал ощущать равноправным членом общества. Первоначально ведь деятельность партии «Справедливости и развития», она была в значительной степени повернута в сторону принятия тех нормативов, которые предлагала ЕС. И это вот создало ощущение того, что я уже превращаюсь в настоящего, свободного, демократически живущего человека. И когда вот после этого вдруг снова начинают говорить о том, что нельзя курить, нельзя пить, ходить за руку с девушкой, это вызывает... Это было «нельзя ходить за руку с девушкой»? Да, это одно из последних. То, что было сказано, это в сознании нашем ничего не говорит. А вот в сознании людей Ближнего Востока, это сразу напоминает 70-е годы Ирана, где то же самое пришедшие к власти Моллы сказали, что это вот и есть харам, то есть запрет. Запрет, запрет. Ну, это, по-моему, отыграли, да, то, что нельзя с девушкой за руку ходить. Можно. Можно уже, да. Там в Иране ходят, но и в Турции ходят. Но если им еще запрещать и это, то я думаю, что действительно это будет очень сильно отзываться. Алкоголь запрещен на улицах, да? Ведь одно из первых, как я смотрю, они там сидят с банками пива, хорошо известного у нас в России. Вот это вот то, что можно достать пиво и сидеть с пивом. Ну, вы знаете, вот поскольку я каждый год езжу в Турцию, меня сразу обратили внимание, я обратил внимание, что совсем не предлагают тебе спиртного, совсем, даже если российская делегация приезжает, совсем даже пиво не ставят на стол, да? Ну, это как-то официально, не знаю. Я думаю, это сказать, в местах отдыха, массового отдыха российских граждан, это, конечно, не так, да, в гостинице All-Included. Ну, поскольку я же как бы связан с такими делегациями. Ну, да-да, у вас друг друга другое там габит. Меня, значит, как бы воспитывает в том, что уже... То есть Турция в этом отношении сильно повернула в сторону такой правоверности и консервативных норм. Я думаю, что мы тоже вот сейчас вот поворачиваем. Да, вот эта вот параллельность, сейчас продолжим ее обсуждение. Напомню, что у нас в гостях президент Института страны Азии Африки Михаил Мейер. Это программа археология. Мы вернемся после короткого перерыва. И снова добрый вечер программы археологии. Сегодня у нас в гостях президент Института страны Азии Африки Михаил Серафимович Мейер, мой соведущий, шеф-редактор Forbes.ru Роман Баданин. И, знаете, говорим, и была такая книга Леонида Кучмы «Почему Украина не Россия». Так вот сегодня давайте поговорим, почему Россия не Турция. Почему, собственно, в Турции десятки, сотни тысяч людей выходят на площадь, а началось все, казалось бы, с мелочей вырубки маленького парка. Такие парки в Москве ежедневно вырубаются, и никто не выходит на улицы. Ну так вот, почему турки выходят на улицы, а мы нет? Что есть такого особенного в Турции, что отличает ее от России? Позвоните нам и скажите свое мнение. 65, 10, 99 и 6. Год Москвы 495. Почему Россия не Турция? Ну мы продолжаем наш разговор. Ну так что, за последние годы, вот годы правления партии справедливости и развития произошло, что наступление ислама? Вот знаете, не то, чтобы сразу наступление ислама, но вот примерно где-то до 2006 года складывалось впечатление, что вот наконец пришла партия, которая правильно понимает путь, по которым должна идти Турция, и затем они вдруг резко поссорились в 2007 году. Это была проблема выбора нового президента, проблема поправок Конституции. И вот тут впервые стало очевидно, что значительная часть турецкого общества в общем-то не очень готова сегодня превращаться в такую, ну так сказать, совсем уж европейскую державу. Думаю, что здесь есть целый ряд факторов, которые этому способствовали. Один из них очень важный заключается в том, что значительная часть такого мелкого и среднего бизнеса получила поддержку, материальную поддержку и Запада, и особенно из исламских средств для того, чтобы подняться, выйти из состояния вот такого прозябания на какой-то в общем нормальный средний уровень доходности. И эта публика как бы очень сильно сегодня присутствует в общественной жизни страны. И она как бы, на мой взгляд, представляется мне вот очень важным фактором того, что отличает нашу страну от турецкой. Если в Турции вот этот вот слой среднего-мелкого предпринимательства, а лучше сказать, среднего класса. Ну, собственно, буржуазия в ее историческом значении. Вот эти вот буржуа, мелкие лавочники, которые затребовали демократии в определенный период. Они хотели бы, чтобы, коль скоро у них уже есть деньги, они хотели бы, чтобы их дети учились в Англии, чтобы, значит, с другой стороны, а к ним бы относились как... А то-то я тоже узнаю. Вы знаете, Владимир Сарафимович, я вот думаю, что правильно, наверное, наши власти вот сейчас зажали мелкое и среднее предпринимательство. Вот, как мы видим, по всем таромам. И запретили иметь дома, счета и многое другое в Англии. Да, да. Глядя на Турцию, они, наверное, сейчас смотрят и говорят, боже, как же мы, так сказать, правильно сохранили стабильность. 65, 10, 99, 6. Почему Россия не Турция? Почему выходят люди на площадь Таксим, но не на площадь Пушкинского, Маяковского? Слушаем вас, Вячеслав. Добрый день. Да. Вернее, уже вечер. Значит, ну, скажу так, что Турция оказалась между двух огней по одной простой причине, что географически она вроде в Европе, в кавычках, да, вроде бы как бы там европейский... Ну, чуть-чуть, да, одной ногой стоит, да. Чуть-чуть, да. А ментально и всем остальным, она все-таки в среднем, ну, как бы, Ближний Восток, и она, как бы, ну, в Европу ее никогда не примут по одной простой причине, потому что, ну, и сгонизация Турции, вернее, сгонизация Европы уже очень сильно началась, и она никогда не станет членом ЕС. Членом НАТО она, конечно, будет, вернее, есть. Ну, она является давно, да. Ну, да, ну, тоже, понимаете, Вячеслав, ну, Турция-то разная. Есть Турция Истамбула, есть Турция элиты какой-то, вон, почитайте книги Арханна Памука. Абсолютно европейские. Да, да, вот правильно сказал Ваше собеседник, что она оказалась между двух огней, то есть, как бы, вроде бы, она ведь стремится в Европу, но в то же время корни, которые остались от Османской империи, еще остались. Да. А почему Россия не Турция? Ну, скажем так, у России на текущий момент нету первой внятной идеологической политики, это ограничено Конституцией, да, то есть у нас не идеологическое государство. И в то же время нету, скажем так, очень сильного, внятного и мощного лидера, да. Здесь есть разные точки зрения. Да, 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 тут как раз, да, Левада вышел сур. Если бы у России что-то было, то... Ну, понятно. Хорошо, Вячеслав, спасибо. 65, 10, 99 и 6. Почему Россия не Турция? Почему выходит на площадь Токсим, но не Триумфальную? Кирилл. Кирилл. Алло, здравствуйте. Да, да, вы на линии, добрый вечер, вы в эфире. Я знаком с этой ситуацией, именно с Турцией, я проживал там 4 года, учился в университете. Где, в Стамбуле? Нет, я жил в Анкаре, ну, бывал и в Стамбуле, и в Анталии, и во всех остальных городах, где сейчас это проходит. То есть, примерно, ну, имею представление, у вас в какие корни все уходит. Это все, вот вы правильно сказали, касательно идеологии. У них есть идеология, они кемалисты, да, те, которые сейчас выступают на этих митингах. Это те люди, которые преследуют и соблюдают те заветы, которые установил Ататюр Кемаль. Да, это основание современной Турецкой республики. И, если я не просто не сначала слушаю сюжет, ну, как бы, два раза в Турции уже были военные перевороты, связанные как раз с тем, что... В современной Турции были два раза перевороты, связанные с тем, что правительства отходили от тех заветов, которые устанавливал Ататюр. Да, да. От тех заветов. И нынче как раз-таки происходит опять то, что отходит от светскости, да, той, которая была прописана, от тех устоев, которые он заложил. И опять-таки было поднятие, ну, практически военных, да, но было оно пресечено, и сейчас очень большие суды идут, там партия Эргеникон, такая как бы подпольная, всю верхушку военную сейчас правительство Эрдуана сняло. И вынужденно вместо армии сейчас уже вмешивается все активное население, которое все-таки считает нужным и имеет идеологию кемалистов. Кемалистов. Кирилл, спасибо. Очень интересно нам говорить, вот что называется человек в теме. Ну да, вот Михаил Серафимович, помните, как Горбачева говорил, вот тут нам подбрасывают, да? Вот Кирилл нам подбрасывает, тему идеологии. А ведь действительно намечается отход от кемализма. Ведь смотрите, там же один из пунктов был, по которому люди вышли на улицу, они же хотят снести, по-моему, музей Ататюрка, или центр какой-то, культурный центр, культурный центр Ататюрка, потому что он якобы там сейсмически неблагонадежен. Вы знаете, это действительно так, но я бы хотел на другое обратить внимание, что все-таки есть идеология, и есть реальное воплощение этой идеологии в практике политической жизни. Я никогда не был большим сторонником Ататюрка, должен вам прямо сказать. То, что, ну, как историк, потому что я знаю то, что делалось в Турции в 30-е и 40-е годы под лозунгом, значит, превращение страны в европейскую. Это было совершенно азиатскими методами, очень жестокими репрессиями, которые нисколько не отличаются от... Петровских, наверное. Да, так скажем, мягко Петровских. Хотя и в 19 веке у нас тоже было не легче. Значит, во всяком случае, то, что у значительной части общества отношение к кемализму, ну, особенно вот провинциального общества, вот это, которое поднялось сегодня, достаточно прохладное, это нельзя осуждать, потому что действительно Кемаль во многом ради осуществления своей цели поступал, ну, как настоящий самодержавный вид. А культ Ататюрка остался в Турции? Вот портреты в школах? Внешне, да. Внешне, да. Я вот два года назад был в Чешме, и, проходя мимо какого-то какой-то школы, вдруг обратил внимание, что стоит бюстик, как полагается Ататюрка, а буквочки уже сошли куда-то. Кто-то утащил эти буквочки или содрал их просто. Это вообще для Турции прежних лет просто аут. Святодатство, десакрализация, да, да, да. Вот, и я даже пошел к полицейскому, спросил его, говорю, в чем дело, говорю, что тут, где буквочки. Ну, он меня заверил, что это ремонт, ремонт. Вот, но на самом деле есть и другая точка зрения о кемализме. Вот так не будем чересчур ее преувеличивать. Есть идея, вот это превращение страны в западную, и есть ее конкретное воплощение. Я думаю, что то, что сделали вот в начале своего пути партия справедливости и развития, она значительно больше толкнула страну в сторону запада, чем многие годы до этого те, кто выдавал себя за истинных... Ну, в начале пути, да? Да, да, да. Вот когда нужно было сделать, пойти на уступки Европе, чтобы якобы она открыла двери. Двери не открывались, но уступки все время, то есть принимались очень хорошие решения, которые должны были бы как бы превратить Турцию в такой образцовый уголок. Вспоминается, Роман, ранние годы Путина, да? До 2003 года. Первый, Путин первый. Да, Путин один, да. Друзья, у меня предложение поговорить про экономику процесса. Здесь тоже очень много, кстати говоря, общего с Россией. Мне вот довелось буквально два дня назад вернуться с конференции, где мы встречались с главным редактором турецкой газеты Хуриет. И мы как раз разговаривали про то, что происходит. Он вернулся такой, значит, румяный и приехал из Стамбула. Я его спрашиваю, что будет? Он говорит просто, мы имеем перед собой большой культурный, идеологический, политический разлом, какой угодно, но ничего не произойдет с Эрдоганом, потому что экономического разлома нет. экономически правительство Эрдогана очень сильно. Повышение социальных пособий постоянное, самый низкий уровень безработицы там за сколько-то лет, экономический рост, перспективы ЕС, очень много чего. Что говорят про Россию, когда говорят про недовольных режимом Путина? Что вместо, так сказать, недовольства, на другой чаше весов есть та самая путинская стабильность, есть растущие социальные выплаты и так далее и тому подобное. У меня к вам вопрос. Экономика, насколько она важна в исходе вот этого спора, который мы видим на такси. Я думаю, что до тех пор, пока Турция действительно будет стабильна в экономическом развитии, сейчас вроде бы последние годы это немножко пошатнулось, особенно вот за последний год, но в целом вот эта стабильность, она уникальная вещь для Турции 20 века. А то, что вот я с 50-х годов как бы занимаюсь Турцией, у меня, я просто на автомате говорю, Турция, страна с огромным дефицитом, Турция, миллионы безработных, вечная задолженность перед всеми, и перспективы никакой нет. И вдруг она есть. ситуация изменилась очень заметно. Она, конечно, вот тут можно отдать должное Эрдогану и его коллегам, потому что они сумели убедить Европу, что с ними стоит иметь дело. И пошли инвестиции, которые к нам не пошли. Но с другой стороны, смотрите, интересно, опять-таки параллель с Россией. Этот же самый экономический рост, то, что вы говорите, мелкое и среднее предпринимательство, создает некую подушку людей, которые в определенный момент, да, вот этот самый рассерженных горожан, которые в какой-то момент начинают формировать запрос не просто на хлеб с маслом, а на уважение к себе. Конечно, да. Вот, то есть получается здесь замкнутый круг. Экономический рост в результате ведет к появлению критической массы рассерженных горожан. Ну, вот, вероятно, мы как раз в эту вот паузу и попали в этом году, потому что, конечно, за последние годы резко усилилось вот такое, как бы, давление на такие людей с европейскими взглядами или европейским типом мышления. И это им, конечно, очень не нравится. они как бы почувствовали себя не в своей тарелке. И еще больше им не нравится то, что Турция неожиданно совершенно изменила свои прежние тактики, потому что Татюрк все-таки, как идея, все должно быть внутри Турции. А то, что делают сейчас, это Турция выходит и пытается стать региональным лидером. И этот региональный лидер совсем нарушает те представления о том, какую роль должна была бы сыграть Турция в их сознании. Это ведь тоже, наверное, нарушение заметов кемализма, такой появляется панцеркизм, османизм. Напомню, телефон наш студийный 6510996, почему Россия не Турция, почему выходят люди на такси, но не на триумфальную. Андрей на линии. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Как раз я недавно буквально читал интервью турецкой журналистки, ну, не помню, где-то в сети, и она удивительно сказала, что она объединила идеи, вот да, действительно, кемализма, но она говорит, что Эрдоган навязывает экономику абсолютно не либерального плана, то есть жесткую, достаточно либеральную экономику, и при этом те, кто выходит на такси, они люди-то в основном левых взглядов. Причем, вот вы говорите европейские, но Европе и европейцы именно левые либералы. Но они левые, да, в силу своих интеллектуальных, университетская публика, там вся эта... Маленькая реплика, ведь когда Эрдоган вот здесь выступал в аэропорту, он же однозначно их характеризовал как маргиналы, как бездельники, бросал им опьянения, то есть он считал, что это в общем фактически бунт, ну скажем так, такой именно антиэкономический. Антикапиталистический. Но с точки зрения консерваторов. Это удивительная такая параллель, мне приходила в голову в параллель с Пиночетом, потому что ты начнешь тоже был консерватор с новой правой. Ну да. Католический, с очень такой яркой католической программой. Вот. Консерватор Да, да. Ну самая получает. Очень интересно, спасибо, Андрей. А что, действительно у Токсима сильная левая программа? Конечно. Да, безусловно. Ну как и у всех окупаев, они же по сути свои такие либертарианские, либеральные, левые. Ну, люди привыкли читать западную прессу, читать газеты, журналы и книги. Если посмотреть, что они продают там в магазинах, то в основном литература на английском языке идет, а не даже на турецком. Вот. Турецкой, конечно, много, но это для меня интересно. А там для них они как раз в основном читают. И причем эти книги в ряде районов совершенно четко видно, это действительно левые радикальные книги, коммунистические книги, которые до сих пор сохраняют свою значимость в студенческой среде. Напомним нашим слушателям, что у нас в гостях Михаил Сарафимович Мейер, президент Института страны Азии и Африки. Мы уйдем на рекламный перерыв. И снова добрый вечер. Код Москвы 495, а телефон на 651099,6. Звоните нам и скажите, почему Россия не Турция? Почему турки выходят на такси, но мы не выходим на Триумфальную площадь? Почему мы наблюдаем такие большие и значимые протесты в последние дни в Турции и показалось бы такому небольшому поводу, как снос парка и планы строительства мечети? Не правда ли все это очень похоже на то, что происходит сейчас ежедневно у нас в Москве? 651099,6. Напомню, что у нас в гостях Михаил Серафимович Мейер, президент Института стран Азии и Африки. Сергей на линии. Алло. А, алло, здравствуйте. Да, вы уже в эфире, да. А, это я, да? Да, это вы. А, меня Сергей зовут. Ну, во-первых, я хотел бы сказать по поводу вот ваших четырех выходов, которые вы предложили Домодедова, Быкова, Шереметьева. Да, анекдот такой. Я пятый бы хотел предложить. Так. Это судьба американского посла в Ливии. Ливии. Комментирует нашей русской пословицей. Кто посеет ветер, пожнет бурю. Вот. Не надо это забывать. А насчет того, выходим мы на улицу или нет, мы в 17-м году ведь выходим на улицу. Вот. И в результате прекратилось существование сильного и мощного государства с великой культурой. Вот. Мы понесли колоссальные потери в людях, в материальных ценностях, в экономике. Вот. То есть, Сергей, вы против любых революций, я так понимаю? А? Вы против любых революций? Ну, они у нас тоже приводят к очень нехорошим последствиям. Ну, Сергей, ну, смотрите, в 1789 году... В 1789 году... Мы понесли страшные, да? Понятно, Сергей, ну, смотрите, ну, а как же жить без революции? В 1789 году восстал и вышел на улицы и снес Бастилию французский народ. Ну и что, нам тоже надо было, чтобы продолжали бурбоны плавы, править во Франции, да? Чтобы по всей Европе был вот этот ансьен режим, древний режим и так далее. Вы понимаете, революция, это же она прописана в самом коде истории. Все равно она рано или поздно происходит. Нет, вы знаете, я не думаю. У меня живут же люди спокойно без революции. В Швеции, там, в Дании, в Финляндии. Ну, никто не строит революции. Там были свои революции. Вы знаете, что в Финляндии в 17-м году происходило? Вы знаете, в Европе в 1848 году. Понимаете, Сергей, ну, как бы, естественно, когда сидишь у себя, так сказать, ровно на стуле и, так сказать, все за окном происходит в порядке, то кажется, что так и есть. Но давайте посмотрим шире на всемирную историю. Понимаете, без революции в 17-м году Россия, я уверен, не обошлась бы без революции. Все равно это... И в 91-м году мы не обошлись бы без революции, без распада Советского Союза. ...созданная ситуация. У нас страна не была беременной революцией абсолютно. Она вот совершенно... У нас революция произошла в одном отдельно взятом городе, в Петербурге. Вся страна революции ни слухом, ни духом даже не ведала. А почему же она тогда так легко удалась? Почему большевики везде взяли власть? Почему за ними пошли массы? Они пошли массы за... Многие люди, они всегда очень активные и не останавливаются ни перед чем. Понятно. Представьте себе обычного человека с безвольной битой и, скажем, академика Лихачева. Ну, кто из них победит? Ну, вы знаете, там не только академики Лихачевы были на стороне. А это не получается, почему народ нас не поддерживает воротную по стране? Ну, смотрите, вот на первый митинг тогда, на воротную вышло больше 100 тысяч человек, да? На второй митинг уже ровно в два раза меньше. Потом еще раз меньше. Мород не против борьбы с коррупцией, но не хочет поддерживать лозунги Путина «Давай», потому что у большинства народов в стране у нас отношения к Путину достаточно, в принципе, лояльно. Он поддерживает Путина. А-а, Сергей, вот тут я вас хочу поправить. Буквально сегодня, да, откройте там газету «Коммерсант» Левада вышла информация, 41% сейчас довольны Путиным, 46% в стране, выборка по всей стране, да? Полторы тысячи человек недовольны. Так что большинство людей не видит Путина в качестве идеального президента. Так что, вот, Сергей, ну, спасибо вам за вашу точку зрения. 65, 10, 99 и 6. Почему выходит на «Токсим», почему не выходит на «Болотную», «Пушкинскую» и «Триумфальную»? Александр. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы знаете, я, наверное, не побоюсь сказать этого слова, что все-таки, во-первых, у нас с турками довольно разные менталитеты, да, то есть у нас русский человек долго запрягает, быстро ездит, а турки, на мой взгляд, все-таки юзный, да, народ. Горячий. И в данном случае, наверное, это тоже играет некоторую роль. Вот, но соглашусь с предыдущим нашим собеседником тоже, что далеко не все готовы сейчас пойти там, да, против Путина или против чего-либо еще, потому что есть определенный слой общества, который недоволен тем, что происходит в стране, да, а есть слой общества достаточно консервативно настроенный, которому, ну, наличие каких-либо проблем текущих не является основанием для того, чтобы их решать какими-то радикальными способами. Вот, и, ну, у меня очень много знакомых таким, так, таким образом мыслят, да, и соображает, что все нужно делать очень мягко, аккуратно. Ну, понятно, да, до тех пор, пока это кто-нибудь не сделает без них. Ну, возможно, да, вот, поэтому это тоже в какой-то, видите, в какой-то мере влияет. Понятно. Спасибо. Спасибо, Александр. Михаил Серафимович, вот такой вот вопрос. Вообще, турки, насколько они расположены к историческому действию, да, вот, я так думаю, антропологически часто говорят, что существуют нации, которые приспосабливаются к окружающим обстоятельствам, а существуют нации, которые меняют эти обстоятельства. К первым обычно относятся различные азиатские народы, Россию часто относят к этому типу, приспосабливающимся, адаптирующимся, а ко второму, вот, которые меняют, там, грубо говоря, американцы. Вот турки, они в этом отношении, у нас же такие архетипы, турецкая лень, турецкая нега, вот они сидят со своей чашечкой кофе, они никогда, так сказать, не поднимут, и тут вдруг такой, значит, протест. Я должен сказать, что это не совсем турские, турецкие типы, это османские типы. Османские. Османские типы. Вы знаете, ведь в Османской империи всех называли, либо, ну, европейцы называли их турками, считаю, что они все одинаково похожи, но на самом деле здесь такое перемешение разных взглядов и идей, которое дало вот такой средний элемент, который мы так и называем историки Османлы или Османы, и они, конечно, впитали в себя очень многое, я бы сказал, вот такого, что вот, можно было бы сказать, очень стремящиеся к сохранению традиционных порядков. Но наряду с этим всегда в Турции и в самой, собственно, Турции было очень много подлинных революционеров и бунтарей особенно. И вся история, она вот, в общем, проницана вот такими бунтарскими настроениями. Я скорее согласен вот с последним молодым человеком, который выступал по радио, Александр, что ли, кажется, звали, он вот как раз говорил, что они очень горячие люди. Да, да, да. Это действительно, на самом деле, все-таки некий южный вариант. по сравнению с русскими, которые, ну, так сказать, еще дольше помолчат, а потом очень сильно ударят, тут они сразу лезут, ну, так условно скажем, решать проблему кулаками или как-то еще иначе. Отсюда такое ощущение, что, значит, это очень горячая публика. Хотя, на самом деле все зависит от обстоятельств, в которых они оказываются. Если вот ситуация, которая вот сложилась сейчас в стране, значит, она для меня, вот, надо сказать, во многом оказалась совершенно неожиданной. Мне казалось, что еще долго будет некое такое тихое, ну, спокойное болото в Турции. То есть вы не ожидали вот этого всплеска взрыва. Да, да, да. Ну, вот я думаю, это ошибка многих, в данном случае, политиков, потому что тоже очень часто кажется. Мы как только берем экономические показатели и исходим из них, забывая о человеческой натуре и ее вот достаточно широких вариантах поведения, то... Ну, просто чувство собственного достоинства, да, та же самая вырубка деревьев или, скажем, строительство мечети, которые, так сказать, не являются таким абсолютно публичным пространством, общественным пространством, созданием общественного блага, да, это некое клубное благо, частное благо, мечеть. Вот, тоже вот ведь интересно, что люди вышли, там несколько было поводов и закрытие центра Ататюрка, и строительство мечети, и вырубка парка. Да. Вот очень интересно это явление, еще я бы сказал, к этому добавить другое, что в отличие от большинства стран Арабского Востока, турки, пришли к своим идеям, вот не через официальную лидию доктрину религиозную, которую вот верхушка церкви или религиозного сообщества излагает, а они выросли главным образом в среде таких вот полузакрытых в течение долгого времени нелегально существующих дервижских орденов. Это в какой период? Вот период, это, во-первых, это начинается с 19 века, вот так это идет, практически каждый человек, вот эти османлы, наряду с тем, что они вот сидели пили кофе, но они обязательно пойдут на вечернюю молитву, причем не пойдут в большую церковь, а пойдут в какой-то свой вот этот завие, как это называется, вот то, что у дервишей такое сборище нищих, таких простых, духовных лиц, и там будут, у них есть некое ощущение коллективности. То, о чем вы сейчас говорите, я понимаю, что в Турции гораздо сильнее прописаны структуры гражданского общества, чем у нас. Да, во всяком случае, вот это чувство коллективизма им гораздо больше существует до сих пор, и поэтому вот эта маленькая вспышка, она сразу обретает характер большого общественного движения. у нас еще долго будут раскачиваться, прежде чем дойдут опять до 100 тысяч на Болотный, а вот там это гораздо быстрее получается. А вот один из наших звонивших упомянул темы, которой обязательно мы должны вернуться, армия. Какова роль армия? Ведь действительно мы помним, что весь 20-й век собственно кемализм держался во многом на штыках армии, которая светская, которая, так сказать, вот эту вот вторую Турцию, Турцию провинции, Турцию глубинки, Турцию ислама сдерживала этими штыками. И что сейчас происходит? И вот действительно право был звонивший в том, что сейчас при Эрдогане произошла такая децимация фактически, да, вот этого офицерского корпуса, они все сидят по тюрмам и кто остался в армии, чтобы хранить светский характер государства. Ну да, вот это вот меня когда спрашивали вот тут последние дни и все время я сижу в каких-то редакциях и все время рассказываю, как на мой взгляд, в чем, вы видите эту угрозу исламизации? Можно сказать, что вот да, скажем, запрет курить, запрет спиртных напитков или взять за руку девушку, для меня главнее другое. Главнее идет процесс пополнения государственной структуры вот этими людьми из провинции, воспитанными в основном в сохранении этих религиозных обычаев и традиций. Господи, как же все похоже. Каждое слово говорить и гляжу, я печально гляжу на наше поколение, на депутатов Госдумы. Вот, и это, конечно, на мой взгляд, очень тревожно, потому что, конечно, если им удастся действительно собрать это все воедино, то потом очень долгий период времени, пока время и отношения с другими странами не начнут оказывать влияние на перестройку этого организма или этой массы людей в сторону других интересов, других взглядов, то я боюсь, что Турция попадет в такой очень тяжелый период такого интеллектуального заспала. Да. 65 10 99 6 телефон наш прямого эфира код Москвы 495 звоните нам и скажите почему Россия не Турция, почему люди выходят на площадь Токсим, но не на Триумфальную. Евгений. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня свое мнение по этому поводу есть. Значит, я считаю, что турки обладают высокоразвитым чувством собственного достоинства, как и все собственно восточные люди во всех арабских странах и собственно и у нас на Кавказе. Мы русские таким чувством не обладаем. Мы готовы большинство из нас, скажем так, терпеть терпеть плевки и прочее. Как Сергей, несколько человек назад звонивший, вот он считает, что ничего не нужного, Путин устраивает всех и все, давайте терпеть дальше. Сталина терпели, давайте терпеть будем Путина. А турки не хотят терпеть. Для них это раздражитель очень сильный. А Россия как страна рабов, страна господ, как была, так и остается. И почему-то никто не приводит параллели вообще с декабристским движением. Болотное в декабре происходило, это чистая ходы декабристской движения. Да, узок круг этих революционеров. Страшно далеке, нет, надо вспомним классиков, Евгений. Спасибо, спасибо за такое прямоту, но я думаю, в ней есть большая правда в том, что говорит Евгений. Но есть, конечно, еще более терпящие нации, вы знаете, такой анекдот про белорусов рассказывают, что в Брюсселе стоит этот манекен-пис, писающий мальчик, а в Белоруссии поставили манекен-не-писающий мальчик. И он спрашивает, а что же ваш белорусский мальчик не писает? Он говорит, а он терпит. Вот, так что, да, вот это терпение, да, как, согласитесь, Михаил Серафимович, с тем, что Евгений сейчас сказал? Ну, я думаю, да. Конечно, сказать, что это вот такое личное чувство, я бы не сказал, но это есть некое ощущение того, как должно реагировать член коллектива. Он знает, как коллектив должен реагировать, и он выступает откровенно, он явно рассчитывает, потому что коллектив его тут же поддержит. Поэтому здесь, конечно, разница существенная будет. Если коротко, у нас буквально последняя минута. Ваш прогноз на развитие этой ситуации, что все затихнет понемножку, ну, или каким-то образом это изменит режимы самого Эрдогана? Я думаю, что все-таки, ну, я вообще, тогда мы с вами говорили, я говорил, что Эрдоган достаточно такой деятельный человек, достаточно думающий человек. Мне казалось, что он правильно поймет, как нужно вести себя. Пока я не вижу этого. Мне показалось, что его выступление выглядело очень озлобленным. Видать, он был не готов к тому, что он увидел по телевидению против себя. Отсюда эти же иностранные агенты, что это с чужого голоса поете. Но все-таки мне кажется, что, как и всякий бунт, он имеет какой-то свой конец. И в этом бунте конец один, ну, вроде бы разошлись, но с другой стороны, совершенно ясно, что он оставляет такую зарубку в голове, в чувствах людей, что он, безусловно, станет какой-то очень важной отправной точкой. Я, да. Ну, что ж, спасибо. Благодарю нашего гостя сегодняшнего. Напомню, что это был Михаил Серафимович Мейер, президент Института стран Азии и Африки. Мой соведущий сегодня это Роман Баданин, шеф-редактор Forbes.ru. Ну, а мы, конечно, каждый раз глядим на Турцию и, в общем, понимаем, что это зеркало и такой параллельность этих двух стран совершенно удивительна. Но турки нам сейчас напомнили очень важную вещь, что и ситуация в России не только выходы Шереметьево, Домодедово и Внуково, но также Майдан, Тахрир и Токсим. Доброй ночи.